Темы, которые за эту неделю получили свое развитие, в частности, тема, собственно, участия северокорейских военнослужащих в войне с Украиной, ну, предположительно, вначале на территории Курской области Российской Федерации, но с выходом на перспективу, что называется, на оккупированных территориях Украины. Об этом уже заявили и официальные лица и в Пентагоне, и Марк Рюты, глава НАТО, в общем, это уже не является предположительным, а уже вполне состоявшимся событием, которое, конечно же, помимо чисто военной составляющей, несет с собой и некие другие политические, исторические коннотации несет с собой однозначно, потому что, ну что получается, ладно, военные союзники, но ведь еще и происходит взаимопроникновенный взаимообмен Пхеньяна и Москвы, Кореи и, соответственно, России, и русских, и северокорейцев. Насколько, вообще говоря, присутствие Северной Кореи, прежде всего, войск на территории России, корневой ее части славянской, Курской области, ну и других таких же, вообще говоря, меняет отношение к азиатам, меняет отношение к представлению о себе самой и сознанию русского человека. Вот он теперь что? Он часть этого азиатского мира. Он понимает, что он теперь должен, ну я не знаю, там, пхай-пхай, что называется, должно вплоть до Саити должно происходить, да, в буквальном и переносном смысле в Северной Корее. Ведь это же, в общем, всегда было мемом, да, севернокорейский концлагерь, да, и в России в 90-х, и позже, там, даже с насмешкой об этом говорили, сейчас это выглядит даже как-то и адекватно, и органично, подобное тянется к подобному. Насколько вот это взаимопроникновение, взаимнообмен, ну, в большей степени Северной Кореи на Россию, на ваш взгляд, происходит? Ну, если мы вспомним о том, что и Россия, и Северная Корея во многом сейчас стали прокси-государствами для Китайской Народной Республики, то их совместное действие вполне естественно, как, впрочем, их совместное действие с Ираном. Потому что экономики всех трех стран вообще зависят от китайской поддержки. И опять-таки это тоже говорит об определенном геополитическом повороте, геоэкономическом повороте России на восток. А куда деваться России, если на Западе с ней не хотят иметь дел? Ей приходится выстраиваться в некую периферию востока. Именно периферию, потому что, заметьте, что пока Россия могла так или иначе маневрировать между Западом и Востоком, она была неким таким, по крайней мере, для себя цивилизационным мостом. С одной стороны, Восточная и Центральная Европа, с другой стороны, Монголия и Китай. А сейчас нету никакой другой стороны, как вы понимаете. Есть исключительно, так сказать, закрытая граница с Европой полностью. Через которую россияне даже переезжать теперь не могут, даже в Финляндию. И есть граница с Китаем, которая, по крайней мере, экономически открыта. И для которой уже не нужны будут скоро вообще никакие визы для передвижения именно в этой части мира. И Россия стала периферией этой части мира. Так что я не вижу ничего удивительного в этом. По большому счету, это же всегда насмешка судьбы в какой-то мере. Вот я вам напомню, что в 1944 году Иосиф Сталин принял решение об аннексии Тувинской Народной Республики. Государство, которое было создано фактически на отторгнутой Советским Союзом, а до этого Российской империей, территории бывшей Китайской империи, рядом с Монгольской Народной Республикой. И было принято решение, что это государство теперь даже в этом, я бы сказал, виде протектората не должно существовать. И оно должно стать автономной областью в составе РСФ. Спустя десятилетия выходец из партийной номенклатуры этого государства, Сергей Шойгу, секретарь Совета Безопасности Российской Федерации, а до этого он был министром обороны России, несчастных тувинских ребят вербуют в российскую армию, и они гибнут на полях сражения российско-украинской войны. Кстати, там смертность Тувин, чуть ли не от общего состава населения, чуть ли не самая большая в Российской Федерации, от количества населения Тувы. Чем, скажите, пожалуйста, тувинцы для россиян отличаются от корейцев? Это совершенно другой народ, не имеющий никакого отношения к России, живший всегда в совершенно другой стране, территория которого была насильно присоединена к российской государственности, потому что просто так захотелось Сталина. Прошло 4 года, и на половине территории Корейского полуострова, которое оккупировано советскими войсками, создается тоже квази-государство. Это никакая не Корейская республика, это просто такая ЛНР-ДНР, просто кусок полуострова, оккупированный советскими войсками, и на этом куске полуострова создается советская администрация. Я вам хочу напомнить, что Сталин не доверил руководству этой администрации даже генеральному секретарю тогдашнему Коммунистической партии Кореи, товарищу Ким Дубону, а доверил советскому офицеру Ким Мерсену, у которого были дети Женя и Юра и Женя. Женя утопился, уже когда его папа был руководителем КНДР. Да, мама была русская, надо обязательно сказать. Да. А Юра – это Ким Чен Ир. Ким Чен Ир, да. Папа, отец Ким Чен Ина, родившийся в Хабаровском крае. Это просто обыкновенный пушилиный пасечник. Все. Вот. Почему мы тогда удивляемся, что наследник этой славной династии, капитана советской армии и уроженца Хабаровского края посылает своих солдат, если этого хочет Путин. Чем, простите меня, северные корейцы отличаются от тувинцев? Это такой же несчастный, порабощенный Москвой народ. Просто там они создали автономную область, которая сейчас называется Республикой Тува, и тоже, как вы знаете, неблагоденствую, но и до железной дороги 70 лет не могут провести. Это, мне кажется, Нарусова, по-моему, лет 20 за это боролась и не доборолась. У него это был главный чуть ли не политический проект века. Пугачев был сенатором от Тувы, помните? И тоже хотел что-то там их озолотить и не озолотить. Несчастные люди. Просто люди, которые лишились возможности развития в своем государстве. Вот они живут, их там 90%, они говорят по-тувински. Путин даже к ним ездит и говорит, говорите по-русски. А они, по сути, не имеют шансов развиваться, потому что они вот под этим вот сапогом российским. То же самое северные корейцы. Они, конечно, не под российским сапогом, под китайским. Но, тем не менее, сама их государственность фейковая. И все это прекрасно понимают. И в Москве, и в Пекине. Реальное корейское государство – это республика Корея со столицей в Сеуле. А Северная Корея – это Запорожская область с областным центром в Мелитополе, оккупированная российскими войсками. Запорожская область Российской Федерации. Вот это оно. Поэтому тут дело не только в Азии или в Африке. Тут дело еще и в том, что вот это все известные конструкты. Когда ты сначала создаешь псевдогосударство, а потом используешь жителей этого псевдогосударства в качестве резервуара для собственных милитаристских целей далее. И, кстати говоря, а чем это отличается от оккупации Донбасса? Если так разобраться. Потому что, если мы посмотрим на ситуацию внимательно, то сначала Россия пришла в Донецкую и Луганскую область, оккупировала эти территории, раздала там людям российские паспорта после 2014 года. Они их срадостно брали. Многие радостно, да, многие нерадостно. А потом она этих людей стала вылавливать по дворам и по селам и использовать как пушечное мясо. Причем этих людей, как вы знаете, пропускали перед истинными арийцами, перед настоящими гражданами Российской Федерации. Никто в России, всерьез никогда, жителей Донецкой или Луганской областей настоящими гражданами России не считал. Никогда. Вот. Поэтому этих людей просто использовали. Они стали трупами, они стали инвалидами. И что нужно сделать России? Продвинуться еще дальше. Раздать свои паспорта. Потому что, опять-таки, даже те, кто не хочет их брать, они же как-то не могут жить, они не имеют права на имущество, они не имеют права продажи собственности. Непонятно, с какого такого рожна. Вот люди, которые живут на оккупированных территориях украинских, они даже не могут продать все твои квартиры перед тем, как покинуть эти территории, если у них нет паспорта Российской Федерации. Вот открою вам секрет. У меня была недвижимость в России, ну, еще там, с 90-х годов. И я ее преспокойно продал, будучи гражданином Украины. Ну, еще там, сказать, до, мне кажется, Майдана, там, 2013-2014-го года, когда я уже понял, что вообще иметь недвижимость в России, это надо быть сумасшедшим. Ну, это совсем давно было, да. Да. Но, тем не менее, мне же не требовали, чтобы я получал российский паспорт, для того, чтобы отказаться, то есть продать свою квартиру. А у них почему этого требуют, если они просто хотят продать свои квартиры на территории, которую Россия считает территорией Российской Федерации? Почему ни у кого этого не требуют? Почему любой там гражданин Украины, Грузии, Армении, чего угодно, может спокойно продать свою квартиру в любом российском городе, а эти люди, это люди третьего сока. Они должны сначала получить паспорт, а потом и разрешат продать ту квартиру, которой они 20 лет могли владеть по украинскому законодательству. И Россия признает, что это было украинское законодательство. Вот он, прекрасный пример. Все-таки в чем разница из вашего анализа, Виталий? Вот прокси, конечно, и так складывалось десятилетиями, особенно в советский период, и даже заставший период новой российской государства, когда она создавала эти прокси в Донецке и Луганске, но все-таки влияние было со стороны Москвы, а теперь, представляете, обратное. То есть Россия в данном случае даже не субмаргинальная территория, которая пусть даже идеологически означенная в советский период, коммунистической идеологии, всем остальными присосками, прибамбасами, которые этому сопутствуют. Но она оказывала влияние все-таки. Все-таки она была источником этой метрополии, этого идеологических, цивилизационных, идеологических и цивилизационных смыслов. А сейчас наоборот. Все-таки при отсутствии единой идеологии, а какая она? Коммунистический Северная Корея и такая, я бы сказал, дико капиталистическая в самом худшем смысле и одновременно тоталитарная Москва. И обретение какой-то идентичности, оно больше идет от Азии. Потому что даже в Москве еще, пока я не уехал, ну, он и сейчас этот войс стоит, про то, что мы тут, и чуть ли даже говорилось, больше мусульмане. Ну, просто мы все-таки христиане, но вы знаете, у нас отличия. Я слушаю просто с каким-то невероятным... Да, потому что русская православная церковь похожа на исламистскую идеологию Ирана. Да, это правда. Это же не вопрос, понимаете, тут же не вопрос Христа или Мухаммеда. Конечно. Это вопрос использования веры ради издевательства над населением и его радикализации. Ну, и его контроля в том числе, потому что идеологии нет, сейчас РПЦ, это выполняет роль КПСС, понимаете? Но тем не менее... Конечно, если только переодеть, допустим, Айталу Хамени в рясу патриарха Кирилла... Вполне не отличишь, да. А Кирилла в рясу Айталы Хамени? Ну, тем более, что Айтала запахивает, вы знаете, свой халат на женскую сторону. Кириллу будет удобно. Вполне, кстати. Но в любом случае, сейчас Азия оказывает больше именно идеологической, именно исторической цивилизационное влияние на Москву. Потому что, ну, во-первых, есть этот стандарт. Из Азии он пришел, где общество делится на управляемых и управляющих. Там нет независимого института, независимого субъекта типа феодала, собственника. Все подчинило государству. Вот государство, оно управляет, управляемые, все остальные подневольные. В разной степени иерархии. Ну, кто-то покрупнее, кто-то поменьше, но все равно это едино. И Россия, в общем, стремится в пределе к тому, что есть как бы государство, его монополия, все остальные, его объективированная среда, народы и так далее. И это укрепляется еще и с цивилизационной точки зрения. Я помню, последнее читал материалы Политбюро, они же говорят, ой, как хорошо бы, если бы мы вот как в Китае в 85-е годы, они перестройку начали, это вот все в стилограммах есть, для того, чтобы как в Китае, вот чтобы политический контроль полностью наш, а вот как бы дряхлеющую распределительную экономику, давайте мы ее переконвертируем во что-то похожее, там, перестройку, ускорение, там, туда-сюда, хозрасчет. Кооперативное движение, хозрасчет. Да-да-да-да-да. Вот чтобы хоть как-то решить проблему там потребительского рынка, еще чего-то такое умеренное. И в общем и целом, я считаю, что они реально повторяют китайскую модель, то, что они на политбюро лежали, Лихачев большой, кстати, был, поэтому, Лигачев, извините, Лигачев, большой, так сказать, протагонист этой темы, да, он и, так сказать, с Компартией активно КПК сотрудничает. Так вот оно все прямо на глазах, они реализовывают идеи перестройки, понимаете, какими они были изначально, пока они не вышли за пять лет из-под контроля самого Горбачева. Ну, вполне себе задача, которая на государственном уровне решена. И в том числе и делали... Понимаете, тут же с этим я согласен, то, что они хотят быть похожи на Китай, это можно предположить, но то, что они теперь ровнее себе видят к Северной Кореи, это, конечно, геополитическая катастрофа. Вот, с одной стороны, Путин гордится тем, что он провел саммит Брикс, и к нему приехали там Ци Дзянь Пин на рендромоде и так далее. С другой стороны, Путин вообще едет в Северную Корею с визитом. Да. Второй раз, ну, первый раз он был 22... Да, в начале 2000-х. Да. Но сам факт того, что он вообще первый руководитель российского государства в любом его формате, посещавшим Северную Корею, ни Хрущеву, ни Брежневу, ни Горбачеву, эта мысль даже в голову не приходила. Ким Ир Сен всегда приезжал сам. Кстати говоря, последний раз, по-моему, он на этом своем бронепоезде ехал уже, когда генеральным СССР КПСС был Константинус Синный Черненко. Он, тем не менее, доехал до Черненко, до Москвы. Потому что Черненко, как понимаете, в отличие от Путина, до Владивостока не доехал бы. Ну, сообразил. Вот, ну или бы доехал, так сказать, на Лафете. Вот. Ким Чен Ир доезжал сам до России. Ельцин к нему не ездил. Ну, казалось бы, Путин же должен считать себя главой великой державы, он же не может туда ехать. Но он, тем не менее, прекрасно поехал, они вообще туда ездят и все время может сложиться впечатление, что Северная Корея это какая-то супердержава. А это вообще двадцатимиллионное государство с отсутствующей экономикой и присутствующей армией. Единственное, что я могу сказать, это действительно большая проблема. То, что Трамп вообще создал такого Ким Чен Ина, которого можно теперь ездить. Вот я всегда говорил, что большой геополитической ошибкой Трампа было то, что он вообще с ним встречался. Да, конечно, Соединенные Штаты могли согласиться с тем, что Северная Корея и Южная Корея это некие суверенные государства, которые существуют, они приняты в Организацию Объединенных Наций. Такова геополитическая реальность на Корейском полуострове. Но действующий президент США никогда не должен был встречаться с главой этого фейкового государства. Вот меня поражает, что Лукашенко унижается до встречи с президентом Абхазии Бжаней и даже с главой ДНР Пушилиным. Но Лукашенко это Лукашенко, это же не Трамп, понимаете? Трамп может встречаться только с президентом Республики Кореи, потому что с точки зрения любого здравомышленного человека Республика Корея это и есть реальное государство. А это такое контролируемая территория, объявившая себя государствами. Когда Трамп решил, что он появится перед Ким Чен Иным и тот просто будет так потрясен, что со всем согласится, он не понял, что происходит совершенно другое событие использования авторитета Трампа для того, чтобы поднять престиж Корейской народно-демократической республики. Потому что если с председателем Центрального комитета Трудовой партии Кореи встречается сам президент Соединенных Штатов, то совершенно очевидно, что к нему может поехать и президент Российской Федерации. Если сам президент Соединенных Штатов куда-то едет, летит, чтобы встретиться с главой Северной Кореи, садится в самолет и часами летит, чтобы поговорить непонятно с кем. Но у Трампа была идея сделки, понятно, она провалилась, как в логое проваливалось тогда. Но зато вот этот вот авторитет Ким Чен Ына вырос несказанно. Вот если вы скажете Путину, а как ты можешь вообще с ним общаться? Ну, с ним Трамп общался. Ну да, да. А до этого, а до этого, кстати, никогда действующие президенты США не общались с руководством КНДР. Туда приезжала госсекретарь Мадлен Олберг. Туда приезжал бывший президент Джимми Картер, он уже когда он был бывшим. Но это максимальный уровень представительства. Все. И то это были эпизодические моменты в отношениях между США и Северной Кореей. И они были направлены на попытку поддержать идею диалога между Пхеньяном и Сеулом или гуманитарные вопросы связанные с освобождением американских граждан. Так, чем занимался Картер. Тогда вот с такой стороны зайдем. Сейчас широко обсуждается все-таки роль Китая и его интерес в решении о том, чтобы войска Северной Кореи были направлены в Россию. То есть на публику они изображают как бы суверенитет Северной Кореи, что, мол, типа даже были заявления. МИДа Китая не раз, кстати. А почему вы к нам адресуете вопросы относительно Пхеньяна? Да, адресуете Пхеньяна, мы вообще их не контролируем, это суверенная страна, и мы по многим вопросам находим взаимоприемные диалоги, а кое-где расходимся. Но, тем не менее, вот Китай должен отдавать себе отчет, что усугубление-то идет, несмотря на всю нерешительность Запада и осторожные заявления. Вот Марк Рюта, глава НАТО, сказал, вы, говорит, десять раз подумайте, что вы творите-то и так далее. Ну, я, так сказать, на понятный манер перевожу их канцелярский язык. А Китай, как бы, в общем и целом, занимает такую отстраненную позицию, при том, что все понимают, что без молчаливого согласия или даже согласия прямого северокорейские войска, то есть решение об этом, ну, наверное, как минимум было бы отсрочно. Не так, что вот резко в конце июня подписали соглашение, сейчас ратифицировали, а уже на дворе там условный конец октября, и они уже здесь. И со дня на день уже будут участвовать в боях в Курской области, а может и не только. Пока только предварительная информация. то есть, то есть, вот роль Китая из этого всего, что он хочет извлечь. Я как бы это интерпретирую так, что для Китая это игровая позиция, он хочет, чтобы к нему обращались в Соединенные Штаты, вот так же, как с Ким Чен Нином, встречались, уговаривали, а вот, пожалуйста, отзовите, а вот сделайте, что это шаг к мировой войне, а он что-то потребовал взамен. Может быть, более далеко идущие цели, что вот в этом больше? Я согласен с вами. Я вообще считаю, что у Сиди Ампина есть такая политика одного ключа, знаете? Вот где находится ключ к решению всех ваших проблем? Вы хотите, чтобы Россия как-то остановилась и не дожрала Украину? Да. Это зависит от того, как мы будем ей помогать и как мы будем вообще поставлять ей все эти товары двойного назначения. Вы хотите, чтобы Иран не обстреливал Израиль? Ну, мы, конечно, можем покупать меньше иранской нефти, у них может быть меньше энтузиазма. Вы хотите, чтобы Ким Чен Ын не посылал войска в Россию, чтобы не обострял ситуацию с Южной Кореей? Ну, мы можем меньше им давать денег, а мы будем больше, так сказать, с вами договариваться. По большому счету сейчас все конфликты, которые существуют, они так или иначе связаны с экономической роли Китайской Народной Республики. Более того, Китайская Народная Республика пытается влезть даже туда, где ее раньше не было. Вот я всегда привожу пример визита делегации «Хамас в Пекин» в тот самый день, когда там был Энтони Блинкен. Это же сигнал. Китайцы-то, опять-таки, разговаривают с сигналами. То есть они показывают, что они на Ближнем Востоке, они и с Хамасом могут, они вообще много всего могут. И это очень опасный момент, как вы понимаете, во всей этой истории, связанной с КНР. Потому что я не верю, что они могут вообще не знать, не понимать, что происходит между Северной Кореей и Российской Федерацией. Они точно знают и точно понимают. Я не верю, что они не понимают последствия действий Пхеньяна. Прекрасно понимают. Я не верю, что они не могут остановить Пхеньяна. Но они заинтересованы в этой эскалации, потому что, смотрите, мир, в котором Соединенные Штаты не договариваются с Китаем, это плохой мир. Биполярный мир, это когда вы держите своих, а мы держим своих в послушании. И никто никого не трогает. И мы должны с вами начертить границу этого мира. Вот она в данном случае в Центральной Европе пройдет по Украине. А в Южно-Китайском море, давайте мы подумаем, что с Тайванем делать. Передвигаем его на вашу сторону, на нашу сторону, или пока оставляем на вашей. Но с какими-то тоже там преференциями для нас, если вы не хотите, чтобы мы там воевали. И так далее. Но Китай же активно ведет работу по усилению своих позиций везде. Деньги. Вот мы говорим о выборах в Грузии. А вы представляете себе уровень китайских инвестиций в Грузию? Он же огромен. Он велик, да. Это известно. Да, это известно. Он есть, да. Ну, и поэтому Россия тут с ее, так сказать, отношениями с бензиной и со всем остальным тоже выступает. Тут не как главная уже сила, а как прокси-сила. Мальдивские острова, откуда китайцев изгнали индийских моряков. Шри-Ланка, где победил прокитайский кандидат. Но это же можно... Революция в Бангладеш, в конце концов, которая фактически подвинула бывшее проиндийское правительство Шейха Хасины. Я много могу назвать за последние месяцы даже внешнеполитических успехов в Китае. Так можно ли думать, что страна, которая использует и электоральные возможности, и политические возможности, не понимает, куда какие войска перебрасывать? Конечно, не может. Это большая система. Работают, знаете, это не как мы привыкли где-нибудь в Украине или в России. Что есть, вот у нас там есть офис президента, пять человек, а кто-то чем-то занимается, кто-то о чем-то забывает. Что делает там Министерство иностранных дел, насколько его департаменты могут что-то контролировать, непонятно. И в России, кстати, очень похоже часто бывает. А вот Китай, это система. Есть Центральный комитет коммунистической партии. Там есть отделы. Эти отделы дают распоряжение соответствующим службам Министерства иностранных дел КНР. Каждый работает на своем направлении. И это как вы себе представляете? Отдел, который занимается Северной Кореей, не понимает, что происходит, не докладывает наверх? Сколько времени этот руководитель отдела там просидит на должности? Это партийный работник, условно говоря, высокого ранга. Ну, понятно, как это вообще все должно происходить. Я когда-то во время поездки в Токио встречался со всеми руководителями департамента Министерства иностранных дел Японии. Я, конечно, сидел с круглыми глазами. Вот заходил там в кабинет человек, или там я к нему, и он мне там в течение часа объяснял ситуацию с японской политикой в том или ином регионе. Досконально. До кораблика возле каждого острова, когда речь шла о Южной Корее. До каждой маленькой ракетки, когда речь шла о Северной. И так по всем направлениям. Это Япония, это не Китай даже. Она меньше. А в Китае, я думаю, все это имеет глобальный характер. Поэтому, когда говорят, Китай чего-то не знает, не понимает, не проинформирован, китайские разведчики, которые сидят в Москве и в Хиньяне, и которых огромное количество не узнали об этом заблаговременно, это смешно. Не говоря же о том, что были, говорили о том, что представители генерального штаба НОАК был во время первых переговоров Ким Чен Ын и Владимира Путин в России, когда приезжал Ким Чен Ын договариваться обо всем этом. Эту информацию, конечно, важно проверять и подтверждать, но был он там или не был, а понятно совершенно, что несмотря на то, что между Китаями и Северной Кореей существует такое, я бы сказал, демонстративное дипломатическое охлаждение, но я не считаю, что Китай при этом не может ее контролировать. Да, Ким Чен Ын туда не ездит, Си Цзинь Пин не ездит в Кеньян. Да, у них общение на очень низком уровне. Сейчас министр иностранных дел КНДР приедет в Москву, а Пекине ее так и не было, сколько я помню, был ее заместитель. Еще буквально со времен отмены нулевой политики, нулевой терпимости по отношению к коронавирусу. Они общаются на низком уровне. Может, это потому, что Китай брезгует на высоком уровне с ними общаться. Что считают, что пусть Путин, а теперь Путин. Вот, Путин может Илону Маску передать просьбу о том, чтобы Тарлинка не было на Тайване. И может Ким Чен Ын что-то от Си Цзинь Пина передать, если Си Цзинь Пин хочет ему что-то лично сказать. Ну, такой мальчик на побегушках у Си Цзинь Пина. Это же тоже может быть так, понимаете? Поэтому, может быть, даже не так одобряет Китай или нет. А эти вот ребята, они обо всем этом о чем-то договорятся. Мы будем там контролировать ситуацию, контролировать эскалацию. Это вот как руководители региона в России. Они могут между собой о чем-то договориться о каких-то бандитских действиях, о какой-нибудь ОПГ, которые они вместе будут контролировать. Они, конечно, доложат Путину, но, в принципе, решение таких вопросов это их рюкзикция. Ну, уровень вопросов определенный, конечно, безусловно. Да, вот это вот такой может быть уровень вопросов. Мы не знаем вообще, опять-таки, вопрос, вопрос компетенции этих войск, как вы понимаете. Ну, как это вообще должно выглядеть? Говорили о том, что Ким Чернын вообще хотел послать туда десант, а Путину нужны инженерные войска. И что, кстати, может быть не то, что нужно Путину вообще прибудет. Но это все-таки мелочи жизни, понимаете? Я в любом случае считаю, что эти войска не изменят ситуацию на фронте. Что Путину нужно две вещи. Первое, каким-то образом избежать пока что глобальной мобилизации, россиян. Да. А второе, напугать Запад глобализацией конфликта. Да, но уже он этого добился. Да, договаривайтесь со мной, иначе вам будет хуже. Вот, кстати, в Украине очень сегодня часто цитируют слова представителя Пентагона о том, что если северокорейские солдаты прибудут в Россию, то никаких ограничений для украинских войск, по ударам, для ударов по ним не будет. Вы видите, американцы отменяют ограничения. А это не совсем так. Там был вопрос очень интересный на брехинге Пентагона. Я внимательно перечитал эту сценограмму. Журналист спрашивает представительница Пентагона. А скажите, вот если там будут северокорейские войска, могут ли украинские войска использовать наше оружие для атак по ним? И понятно смысл этого вопроса. Потому что если можно убивать северокорейских солдат из американского оружия, то почему северокорейские солдаты не могут убивать американские солдаты Южной Кореи? Тогда американские солдаты для северокорейского солдата-агрессора из его оружия убили северокорейца. Вот в чем смысл. И представитель Пентагона приехали в Россию, они участвуют в агрессивной войне, мы не собираемся создавать какие-либо ограничения для Украины в этом случае. То есть, как было, так и есть. Многие считают, что речь идет о каком-то подъеме ставок, а для Америки подъем ставок – это оставить те же ставки на том же месте. Ну да. Вот это опасный момент, понимаете? Что они начинают бояться этих северных корейцев. А если еще иранцев пригласить? Ну, к этому идет все потому что здесь процесс ведь такой. Если это не остановилось на этих уровнях, вот по этим вопросам, то они сейчас уже заключают соглашение с Ираном, так сказать, Москва, уже об этом публично говорится. Но так оно же тоже будет предполагать взаимную военную помощь в таком же виде, как это с Северной Кореей существует. Очень важный вопрос. А что будет, если Северная Корея действительно нападет на Южницу? Ким Чен И для этого уже совершил целую массу идеологических решений. Он снес арку объединения в Кеньяне. Он собирается менять конституцию. Не знаю, изменил ли ее или нет, потому что после недавней сессии северокорейского псевдопарламента Великого национального собрания ничего не было сообщено. Но тем не менее, такая идея была, что мы должны убрать с конституции вопрос о мирном объединении с Южной Кореей, потому что Южная Корея это вообще другое государство. Но Ким Чен И для этого уже считаем, что оно другое, а оно-то считает, что мы это часть Кореи. И я не исключаю, что они хотят нанести какой-нибудь упреждающий удар, может быть, ракетный. Поэтому они уничтожают дороги, чтобы не дать возможность войскам проехать по их территории. Если вы собираетесь не войсками штурмовать, а первый удар у вас должен быть ракетный или с помощью ядерного оружия, то вы уничтожаете подъезды к себе. Но война так все равно начинается. И вот в этой войне могут участвовать российские военнослужащие на территории Корейского полоса? Экологики, взаимообмена, конечно. Да, вот это Путин и хочет объяснить. И вот там может быть первая встреча, так сказать, россиян и американцев, противоборствующих. Не пошли. Да, реально. Потому что во время Корейской войны, как вы помните, этого не было. Там были войска ООН и были китайские добровольцы. Советский Союз, США между собой предпочитали не воевать. А сейчас вот Путин ведет это к этому, к сумасшествию, которое не стилось даже товарищу Сталину. Тогда чем может, в принципе, НАТО, США и союзники Украины ответить? Вот не так, как это в Пентагоне было его представителем продекларировано, а более решительно. То есть, вот, например, можно ли вот при первых же участиях в боях северокорейских военнослужащих, во-первых, разрешить возможность ударов вглубь территории России, вот это измученное решение, уже вымученное, точнее, которые, значит, средствами, которые передавались Украине. Вот это может стать каким-то, ну, инструментом, сигналом, ответом и так далее? Знаете, я не в первый раз отвечаю на этот вопрос. Я считаю, что оно с людям вообще никак не связано. Так. Воспросы ударов по территории Российской Федерации американским или каким-либо другим ракетным оружием связаны исключительно с тем, как в Белом доме представляет себе уровень риска от последствий таких ударов. Вот я видел сегодня в Нью-Йорк Таймс эту большую статью, посвященную предложениям Зеленского, и там говорилось, что, во-первых, список целей очень длинен, во-вторых, ракет не столько, и, во-третьих, даже если их будет больше, то тогда американцы придется снять из какого-то боевого дежурства на Ближнем Востоке, что невозможно. Очень масса объяснений, почему этого сделать нельзя. Но нет одного, что может быть у администрации некая оценка ядерного риска. И когда, кстати говоря, министр иностранных дел Российской Федерации Лавров говорит о том, что вы думаете, что ядерная война не будет, будет исключительно на территории Европы, что мы ударим только по вашим базам в Европе. Нет. Мы ударим по Соединенным Штатам Америки. Это именно эксплуатация этого страха. Вот если мы согласимся с Бобом Вудвортом, что в 2022 году они знали, что Путин готов применить ядерное оружие, он это решение принял, и они путем каких-то жестких ультиматов его от этого решения отговорили, то это означает, что была встреча между директором ЦРУ и главой службы внешней разведки Российской Федерации. И на этой встрече понятно, что директор ЦРУ обозначил некие красные линии для Америки и сообщил о последствиях. Но я хочу вам сказать, Марк, что я не сомневаюсь, что и директор службы внешней разведки обозначил красные линии и заявил о последствиях. И они эти красные линии с точки зрения России знают. Они могут их воспринимать как реальные, не воспринимать, но они у них есть. И мы эти линии, к сожалению, с вами не знаем, а они знают. Это первый момент. Второй момент. Если мы даже предположим, что Путину была выдвинута система американских действий, в том числе и силовых, в случае применения им ядерного оружия по неядерной державе, и Байден смог ему грамотно объяснить, чем это чревато и для Соединенных Штатов, и для России вообще. Речь идет о том, как там они говорят, что дело не в Украине, а дело в том, что ты вообще сломаешь миропорядок полностью, мы его не починили. Ни ты, ни я. Насколько это не обнуляется после 5 ноября? То есть, вот все говорят, что после 5 ноября Байден может пойти на любые решения, потому что у него уже не будут связаны руки с выборами. Особенно, если победит Камала Харрис. Если победит Камала Харрис, возможно, а если победит Трамп. Да, ну вообще все другое. Да, но в любом случае Байден будет понимать простую вещь, что Путин уже не опасается его предупреждений. Или, по крайней мере, не будет опасаться к сенваря следующего года. Что все его угрозы обнуляются до того момента, пока новый директор СРУ не встретится с главой службы внешней разведки и старше, что ему, господин Нарышкин. Мы подтверждаем все то, что говорил мой предшественник. Мы это сделаем. А может быть, сделаем даже больше. Президент Трамп вообще нажмет на одну кнопку, на другую, и все, и как он любит вам говорить, уничтожит это, сотрет в пыль вашу проклятую Москву. Ну, если так, то конечно, то тогда мы вам объясняем, чего мы от вас хотим. А если не так? Ну, то есть, это очень опасный момент. Как раз с 5 ноября по январь, в особенности после победы Трампа, это очень опасный момент. Я считаю, что в этот момент может усилиться эскалация, что могут усилиться ядерные угрозы со стороны России именно в эти три месяца. И не случайно Путин сейчас проводит эти учения ядерные. Это ровно перед выборами. Раз. Я считаю, что будет предпринята попытка убийства президента Украины именно в эти три месяца. Так. Это будет делаться, я уверен в этом. Вот. Я считаю, что будут предприняты еще какие-то меры под эскалацией ситуации, потому что Путин будет считать, что он в эти три месяца должен показать, какого рода действия он может вообще предпринять для того, чтобы следующая американская администрация сделала правильный вывод о необходимости договориться с ним, пока еще не поздно. Ну, логично, логично, логично. Все-таки будет зависеть от того, кто возглавит американскую администрацию после 5 января. Конечно. Это алгоритм действий при Камале Харрис, победе ее, и другой совершенно при Трампе. При Трампе он более решительно будет действовать в эти три месяца? Непонятно. Может быть и нет. Может быть наоборот. Он будет приглашать Трампа к разговору. Видишь, я тут жду, чтобы мы договорились, чтобы ты мне отдал эту Украину. Ничего, даже ее не порчу, потому что хочу ее получить в неиспорченной. Может быть так. Ну, то есть, опять-таки, что более решительно, более не решительно? Против украинского руководства он будет действовать в любом случае. А что касается каких-то инфраструктурных и прочего удара, он может быть осторожнее в случае победы Трампа. Да. Я думаю, что у него есть два алгоритма. Вот. Один алгоритм – это Камала, другой алгоритм – это Трамп. Он уже этот… Эти два алгоритма уже есть, они положены в папочку, они утверждены, и это все начнется через неделю, увидите. Как в любой террористической организации. Это же террористическое государство. Ну, безусловно. Список этого, так сказать, действий. Есть еще один аспект, который, вот, я не знаю, вот, например, 10 тысяч северокорейцев, вот таких маленьких, недоедающих, обряженных, я, кстати, видел, они на Красной Позе в коричневом дермантиновом, может быть, в кожных плащах, входит в фуражках, в стилистике 50-х годов, это поздняя война, на 50-е, значит, при Сталине. Вот у них все замерло, осталось, я почему и назвал их архаичный тоталитаризм, потому что в нем какая-то, как, знаете, букашка в этом янтаре, они лежат, и вот такое их достали из Нафталина, и они, значит, ходят в эти... Ну, это бывают такие режимы. Я был в Албании в 1993 году. А, существенно. Уже Энгер Ходжи умер, не умер там? Энгер Ходжи уже умер, и умер уже режим. Рамиза Лия уже был в процессе МБТ, это было уже демократической Албании, но она еще не была инфраструктурно изменена. Я видел в полицейских формах советских фильмов там 30-х годов. Там не было дороги, почти не было машин. Все албанцы тогда учились водить, понимаете? В основном люди шли пешком. Девушки ходили в каких-то ситцевых платьях по Тиране. Я был потрясен. Я видел, как сносят памятник Сталина в Тиране. Последний памятник в Европе. Ну, теперь не последний, теперь в России есть, но Россия не Европа. А там стоял монумент Сталин. Вот, и это для меня было, конечно, Иенверу ходжу удалось до такой степени законсервировать Албанию. Я видел телевизоры, которые производились в Албании, они не работали. Я разговаривал с дикторами русской службы албанского ивновещания, которая уже тоже не работала, но дикторы, которые читали постановления ЦК партии, они же каждый день вещали на русском языке. А, и радио Албании, и мы с ними общались и похохатывались по поводу радио Тирана. Вот я всех этих людей, которых я еще слушал в школьные годы, когда была радио Тирана, я их видел живьем, с их русским языком, понимаете? Это было, конечно, паразит. Я встречался с политиками, которые со мной говорили на русском языке с петербургским акцентом, потому что они получали образование в Советском Союзе в конце 50-х, начале 60-х годов, и это был тот русский язык, это было поразительно совершенно, просто. И вот даже уже в демократической стране очень тяжело было в реальную какую-то современность попадать спустя несколько лет после того, как рухнул коммунистический режим. А в Корее же он даже и не рухнул. И потом все-таки не забывайте, что Албания – это все-таки страна в Европе. Да, конечно. Так или иначе, там были во время этого коммунистического кошмара великие писатели типа «Исмаила Кадары», там был театр. То есть, ну, там была реальная культурная жизнь. А в Северной Корее все это вообще непонятно, как выглядит. И как люди к этому относятся. Я помню, что мы с ребятами, северокорейскими студентами, которые учились в Москве тоже вот в 90-е годы, мы читали вместе журнал «Корее сегодня» и похохатывались. Они сидели, смеялись. Они вот читали какую-нибудь главу из жизни Ким Чен Ира, Ким Чен Ира тогда, он же был еще любимый руководитель, и они все вместе просто сидели и хохотали. А они из Северной Кореи были? Да, ребята из Северной Кореи, студенты. То есть, они все понимали, все знали? Да, они все понимали, но они же были в Москве. Это были времена перестройки. Я не думаю, что их соотечественники все понимали. Потом, это же были дети из хороших семей, вы понимаете? Ура, Какого ребенка отправят в Москву? Это по нашим меркам какой-нибудь сын представителя Совета Министра ВСР или руководителя госбезопасности. Вот какой-то такой случай. Но эти ребята все понимали. Это была такая золотая молодежь в Северной Кореи. Золотая молодежь, она очень образованная, интеллигентная, с глубоким презрением к семье Кимов. Ага. Да. И это я тоже, потому что я много с ними общался, я понял, что опять-таки, что там все как у нас. Да, это есть, но люди, которые находятся в элите, они глубоко презирают все это внутреннее. Просто они ничего сделать вообще не могут. Вообще не могут. Если здесь еще что-то можно было, то там вот вообще ничего. Вот поэтому мы и пытаемся понимать. Вот те, которые приедут, но это, так сказать, зомби, это, так сказать, подневольная среда, но они-то оказываются в условиях Москвы. Не то, чтобы там тут свобода какая-то, но это вообще-то все другое. Там интернета толком нет. Там, значит, масса ограничений. А тут они попадают, во-первых, там вдруг среда русских, так сказать, интересно ли русские им и наоборот. Ну, думаю, что не сильно, потому что они тоже, как вы понимаете, они считают себя величайшим государством современности. Опять, и с другой стороны, не забывайте, что это все-таки, вот вы говорите, что там все закрыто. А с одной стороны закрыто, с другой стороны подпольные люди смотрят южнокорейские фильмы, сериалы. Есть подпольный бизнес, когда ты там арендуешь столовую ЦК партии или у горкома и так далее, это частный ресторан. То есть там много всяких странных вещей происходит. Мы не знаем, как эти люди себя ощущают. Кстати говоря, я думаю, что если Южная Корея пришлет каких-то дознавателей и переводчиков, то эти люди будут попадать в плен. А они 100% будут попадать. Да, мы много интересного от них услышим. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, такой человек, который попадает в плен. Что происходит с русским, который попадает в плен? Он звонит маме, сейчас уже, не знаю, звонит или не звонит. Сейчас вроде бы уже нет таких прав. А что происходит с северным корейцем? Он знает, что если он что-то скажет, его семью расстреляют. У Путина все-таки нет такого инструментария, как у Ким Чен Эн. Там же можно расстрелять или посадить в лагерь всю семью. Да, абсолютно. И поэтому, конечно, когда у тебя все близкие люди заложены, тебе непросто. Так что это тоже такая история. Что мы там будем их видеть по телевизору, где они будут говорить, какой у нас ужасный режим. Нет, они 300 тысяч раз подумают, что говорить. И по крайней мере, то, что они будут рассказывать там не глаз, это другая история. Но на экране я не думаю, что мы увидим много таких признаний. Смотрите, появилась такая какая-то квази-псевдогуманистическая нотка в этом во всем. Ну, я улавливаю некоторых, особенно из России. что, ну, типа, их понять. Они же вот из тоталитарного концлагеря. Нет, я никого не предлагаю понимать, я просто предлагаю понимать, что они не будут говорить то, что нам хотелось бы... Это да, но вообще вот этот вот смысл, там и наших мальчиков пожалеть, а теперь еще и корейцев. Есть такое, тут разговоры, ну что же вот они же, они же вот, может, и не хотят, и что-то их взяли, но у них там рост, и поэтому... Поэтому они будут молчать, это я сказал. Молчать, да, воевать. Воевать они будут. Северных корейцев я жалею, кстати, больше, чем ваших мальчиков по одной простой причине. Ваши мальчики все знают, у них интернет есть. Они могут включить и все прочитать. У них нет информации, у граждан Российской Федерации нет никаких проблем с доступом к информации, они все знают. Вопрос, что они хотят, во что они верят, верить можно в дьявола, как говорится. Это такая сатанинская секта с храмом Христа Спасителя в центре вашей игры зомби-апокалипсис. Но по большому счету у северных корейцев гораздо меньше информационных возможностей. Не, ну это не оправдывает. У них ребят, которые парни, вообще меньше возможностей. Поэтому я никого не жалею, но я просто хочу, чтобы вы понимали эту разницу. И тем не менее, они едут за 3-9 земель, да, по нужде, да, их приказали, но они едут убивать совершенно неизвестно. У них нет людей, которые вообще не соприкасались. И вообще глаза их не хотели видеть никогда. Но я хотел бы все-таки напомнить, что отвечает за это Российская Федерация, президент Путин. Ну, в общем, конечно. Да. Что именно эти люди, их туда позвали, вообще людей, которые даже не понимают, куда они едут и что они делают. И учитывая вообще уровень их, я бы сказал, политического развития, это все равно, что использовать детей в войне. Вот вы помните, как эти все группировки в Африке? Да. Они воевали 13-14-летними детьми. Этот ребенок тоже мог прийти и отрубить вам голову. Конечно, он преступник, но кто его сделал этим преступным? Вместо того, чтобы поставить его в школу, дал ему мачете. Кто это? Отвечает, наверное, кто-то дал мачете. Вот Путин, это этот человек. Не, ну, его вина-то вообще не обсуждать, с ним вообще все ясно, как бы, что его обсуждать, с ним просто там больше нечего обсуждать. А вот этих людей мы пытаемся, так сказать, найти некую такую важную позицию, которая бы позволяла людям, которые будут их брать в плен, в конце концов, там понятно, что и расстрелы будут, и все на свете будет. Это война. Мы не расстреливаем плен. Ну, там всякое бывает, поэтому не расстреливаем, а может придется, кто его знает, чтобы у людей не было морального уязвления по этому поводу, потому что, бог знает, ты его не убьешь, он потом тебя сам убьет. Расстрел пленного, это военное преступление, украинская армия этим не занимается, российская занимается. Я же не оспариваю. Но я говорю, что война может давать множество вариантов, так сказать, поведения. С этим я совершенно не собираюсь говорить. Да. Ну, ладно, хорошо. Придерживались определенного постулата. Продолжение следует...